Всем привет! Сегодня я хотел бы поговорить о таком заболевании как мастит, потому что рано или поздно многие крыльководы, я думаю, что все крыльководы с этим сталкиваются, когда после акрола у крыльчика наружит мастит. И что же это такое, я хотел в двух словах сказать и как его можно избежать почти в 100%. Все зависит от того, как вы обрабатываете маточник перед акролами и обрабатываете ли вы его вообще. В принципе, если будет чистота в крыльчатне, тогда не будет вообще никаких маститов. Я когда-то, помню, стал этим пренебрегать, обработаю маточник и жду 3-4-5 акролов, не обрабатывая маточник, убираю, чистенько делаю. Но я потом пришел к тому, что достаю после акрола крыльчат, буквально 1-2-3 дневных, и видно, что на крыльчатах как будто идет, похоже, как будто просенные зернышки. Это говорит о том, что крыльчата при рождении уже заболели стафилококкозом, новорожденных крыльчат. Эта болезнь так и называется. И я тогда уже начал разбираться, почему так произошло. И в принципе, что вот этот стафилококкоз новорожденных крыльчат, что мастит, это все одно и то же, это практически одно заболевание. И все это идет от гигиены, от того, что мы неправильно обрабатываем маточники. И поэтому надо взять за правило каждому крыльководу перед каждым акролом, плюс после того, как уже акрол произошел, когда мы примерно на пятый, на седьмой, на восьмой день меняем гнездо, убираем старый пух и кладем чистое сено, при этом убираем из гнезда крыльчат, полностью дезинфицируем маточник, и тогда мы уже полностью избежим этого заболевания. Никаких маститов, никакого стафилоккоза, новорожденных крыльчат у вас не будет. Когда крыльковод замечает у мамашки, у самки мастит, кстати, вот так нужно брать крыльков, чтобы они вас не поранили, и чтобы крыльку не принести никакого вреда. Когда мы прижимаем голову с ушками и со шкуркой, и поддерживаем под низ, кролик теряет ту борзость свою, когда он вас пытается поранить, и ведет себя очень спокойно. В этом состоянии его можно переносить, смотрите, дергается, но они вообще очень, конечно, резвые ребята. В этом его положении можно спокойно переносить из клетки в клетку или где-то отсадку делать. И тут бы я хотел добавить, вот смотрите, категорически, но это больше для новичков, категорически нельзя брать кроликов за уши и за лапы. И нежелательно брать кроликов за шкурку, за загривок, так как если вы тащите кролика за загривок, держа его за шкуру, даже если вы его несете там на убой, да, кролик начинает дергаться и отрывает вот эту пленку от шкурки, и в тех местах у него начинают образовываться кровозлияния. Если вы тащите этого кролика на забой, то на мясе, на тушке вы увидите вот эти кровозлияния, что, конечно, теряет товарный вид. Если же вы просто так перетаскиваете кролика из клетки в клетку, то вот это кровозлияние, оно тоже как бы пользу кролику не приносит и в дальнейшем даже может привести к какому-либо заболеванию. Так вот, о чем я остановился. Это на том, что кроликовод обнаруживает у самки мастит, и он начинает пытаться его лечить, сделать какие-то операции, этот гной выдавливать, чем-то промывать, колоть антибиотики и так далее. И это ни к чему не приводит, никакого лечения это, в принципе, в конечном результате не дает. Все это я в свое время перепробовал, и все это я забыл. И легче это просто предупредить, чтобы потом это все лечить. Самое главное в кролиководстве, это все-таки профилактика заболевания, а не лечение заболеваний. И вот что такое мастит? Откуда он вообще берется? Если у вас грязная клетка, нет дезинфекции, то маленькие крольчата, когда у матери сосут молоко, они делают небольшие ранки на соске, и потом у нее развивается вот этот самый мастит. Он уходит внутрь, это нагноение, нагноение, и это получается у нас тот же самый стафилококк. То же самое, и если крольчиха уже, крольчиха переносится, эта стафилококка, крольчата, и она сукрольная, то крольчата рождаются у ней именно вот с такими шишечками стафилококковыми. И этого все можно спокойно избежать. И самая главная профилактика именно в этом случае, это, конечно же, огонь. Почему я сделал для себя такие клетки, которые можно обжигать? Это именно из-за этого. Потому что если взять, например, как в Европе, там шедовое содержание, сено под стил, конечно же, тут огнем не обработаешь, и там уже нужно применять совсем другие средства, ну там химические. Но это, конечно, тоже помогает. Для себя же я выбрал довольно-таки легкий метод, как я уже сказал, огнем. И за 5 минут ты полностью изинфицируешь клетку, и в дальнейшем не будет никаких маститов в рульках. Просто берем наши каброваны. Прожгли все углы, прожгли подкладку из ДВП одноразовую. Потом берем вот этот спрей, который уничтожает полностью всех насекомых, которые только могут здесь и клещи, и комары, если залетят, и мошки, и бложки. Уничтожает все. Просто пару шиков на стенке, и все, клетка к использованию готова. Теперь я уже буду стелить сено, и буду знать, что у нас эта клетка полностью готова для окрова. Кладем сенцо. Немного его растушаем, но я беру из тюка, из 20-килограммового. Раскладываю ровно слоем по маточнику. Берем крыльчиху. Кладем где-то. Все, через 3 дня у меня акролл. Будем ждать крыльчат, потом я вам покажу их. И вот сразу же покажу на дней. У нас тут гнездо. Крыльчат там 15 дней. И здесь я уже менял, когда они были... Ну, когда здесь был пух, где-то на 8-й, 9-й или 10-й день я поменял гнездо, убрал пух, обжег все и положил свежего сена. И вот теперь 10 крыльчат сидят на этом сене здесь и спокойно развиваются. Все у них сухо и чисто. И бывает, крыльчата выпрыгивают в клетку основную, на сетку, и ходят там в туалет. Бывает, что крыльчата начинают в туалет ходить сюда вот в эту часть или в ту. Тогда я эту одноразовую подкладочку я ее вытаскиваю, ломаю в том месте, обламываю, где они ходят в туалет, чтобы все попадало на сетку и чтобы в гнезде было сухо. Но здесь я не стал обламывать, потому что полностью сухое гнездо. Пусть они здесь развиваются. Всем пока. Здоровья вам и ваши питомцы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!